В прошлом уроке мы познакомились с основами работы с VK Bridge и узнали, как вызывать события и получать их результат сразу в месте вызова. В этом уроке мы научимся подписываться на события VK Bridge, затронем поддержку этой библиотеки VKUI, изучим способ проверки поддержки события текущей платформой и получим данные о пользователе через подписку на события VK Bridge. Давайте представим случай, в котором архитектура приложения требует, например, обновить значение контекста или обработать события вместе, отличным от места вызова события. Для этого мы можем подписаться на события VK Bridge в любом месте приложения и обработать их там, где нам удобно. Стоит обратить внимание, что каждый такой обработчик реагирует на каждое событие VK Bridge, а потому нужно убедиться, что это именно то событие, которое вам нужно. Перед вами пример кода обработки события, который поможет вам отловить изменения системной темы на темную или светлую. Однако, если вы используете VKUI 5 версии, то компонент уже предусмотрел это и от вас не потребуется никаких действий. Если же у вас VKUI 6 версии, то необходимо следовать инструкции для подключения бриджа по ссылке. Таким образом, вы можете обрабатывать все события, поддерживаемые платформой, на которой вы запускаете VK Bridge. И я не напрасно уточнил про поддержку, так как некоторые события могут не поддерживаться в рамках той или иной платформы, как, например, события получения списка друзей не поддерживаются в мобильной версии сайта ВКонтакте. Я не стану сейчас перечислять все особенности платформ, но вместо этого я покажу вам, как проверить поддержку того или иного события. Это довольно просто. Нам необходимо вызвать метод supports объекта Bridge и передать в него в качестве аргумента название события, поддержку которого мы хотим проверить. Хочу заметить, что подобных особенностей не так много, и обычно они обусловлены платформой, на которой запущены мини-приложения. Большинство же самых востребованных событий доступны на всех платформах. Например, события для получения информации о группе, события для вступления в группу, запрос на разрешение отправки уведомлений и т.д. А к завершению этого урока я хотел бы обратить ваше внимание на еще одно событие, которое понадобится вам неоднократно при разработке ваших мини-приложений. Это событие VK WebApp Get User Info, которое позволит вам получить информацию о текущем пользователе. Вызовите и обработайте его, чтобы узнать имя, фамилию, путь к аватару и другую информацию о пользователе, не скрытую настройками приватности. Большинство из полей на слайде говорят сами за себя, но есть и те, которые могут быть вам непонятны. И чтобы прояснить для себя их значение, переходите по ссылке в документацию. Там же вы сможете найти информацию по всем остальным событиям в VK Bridge. Хорошая документация, верный союзник в нашем деле. А в этом уроке мы с вами научились подписываться на события VK Bridge, узнали о нюансах поддержки VK Bridge VK UI, проверили поддержку событий текущей платформы и использовали события получения информации о текущем пользователе. На этом урок подошел к концу. Удачи и до встречи в следующем уроке, в котором вы узнаете об особенностях ферстки для десктопной и мобильной версии сайта ВКонтакте.